Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак и сегодня у нас очередная распаковка лазерного уровня из Китая. На этот раз новинка, появилась новая линейка лазерных уровней недорогих, уровней называется Брестсеном. Пришел к такой упаковке, пришел друзья очень быстро, за три дня всего, но по всей видимости была отправка из России. Давайте вскроем, посмотрим поближе. Дополнительно упакована в пупырчатую пленку, вот в такой коробке, вот так называется бренд Брестсеном. Все уровни этой марки довольно интересные по цене, их не так много, их всего четыре модели, расцениваются они как бытовые, так как точность у них 5 миллиметров на 10 метров, то есть 0,5 миллиметра на метр. На этот уровень я обратил внимание, потому что у него хорошая развертка, что по вертикали, что по горизонтали и стоит он 3350 рублей на сегодняшний день, то есть это достаточно дешево. Давайте посмотрим краткие характеристики. Значит две батарейки используются, 15 часов работает от двух батареек, если все включено, длина лазера 635 метров, класс лазера 2, рабочая дистанция 10 метров, но это у всех заявляют, так по факту больше. Точность плюс-минус 0,5 миллиметра на метр, время за которое устанавливается компенсатор меньше 5 секунд, диапазон работы компенсатора плюс-минус 4 градуса и температурный режим от 0 до 40 градусов. Резьба под штатив 1,4 дюйма, такая вот красочная коробка, да кстати производитель дает гарантию 2 года на данный уровень. В комплектации, значит инструкция на английском языке, такой раскладной штативчик небольшой с наклонной площадкой, такой штатив шел в комплекте у лазерного уровня letter, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, то есть таким образом раскладывается, здесь на кнопку нажимаете и поднимаете площадку как нам. Легкий компактный штативчик и вот такой сам уровень, уровень достаточно компактный, если рассматривать оптическую схему и конструкцию корпуса, вот здесь вот видите по горизонтали окно проецирования сделано со скосами, то есть линия должна проецироваться на 180 градусов, то есть если сравнивать такую конструкцию и функционал, то прямые конкуренты будут Hilti PM 2L, Leica Lina L2, ну или более известный такой распространенный прибор как ADA 2D Basic Level, у него также окно проецирования горизонта сделано за воротом и вертикаль также стоит под наклоном, то есть прибор по идее должен закидывать вертикаль за себя на потолке. Да, друзья, хочу отметить, что нивелир пришел с незаблокированным компенсатором, то есть он там болтается, это на самом деле не есть хорошо, сейчас я его заблокировал, там ничего не трясется, блокировка кстати хорошая на самом деле, в другом видео я проверю его на точность, надеюсь это никак не сказалось на его погрешность. Если рассматривать сборку корпуса, то нивелир довольно качественно сделан, все зазорчики, все четко соблюдено, крышка батарейного отсека на 2 батарейки плотно закрывается, модель называется Bressen BSN L08, такое вот название, сверху одна клавиша, переключение плоскостей по отдельности и индикатор, снизу резьба металлическая для крепления на штатив с резьбой 1,4 дюйма, нивелир имеет двухпозиционный тумблер, OFF это заблокированный компенсатор и он открытый замочек, это разблокировка компенсатора, вроде бы ничего все сделано, но друзья меня смутило, вот этот весь скелет внутри, который держит весь компенсатор, сделан из пластика, также блокиратор интегрирован в этот скелет и также сделан из пластика, вот сейчас вы видите, такая система блокировки, то есть думаю, что каких-то даже небольших падений прибор скорее всего не переживет, но тем не менее, в целом все сделано аккуратно, для бытового домашнего использования в принципе отличный вариант, так ну давайте вставим батарейки и посмотрим как он светит, какие у него есть режимы и сравним толщину линии с более профессиональным лазерным уровнем, как всегда по традиции возьмем именитый геофеннел, так друзья, вот я вставил батарейки и давайте включим и посмотрим, тумблером включается сразу лазерный крест, устанавливается нивелир, кстати намного быстрее чем 5 секунд, в районе 3 секунд, не больше, линия надо отметить очень четкая и довольно яркая, клавишей сверху можно переключать линии по отдельности, отдельный вертикаль, отдельный горизонт, сверху здесь горит зеленый индикатор, это говорит, что уровень работает в режиме самовыравнивания, если же заблокировать компенсатор и нажать кнопку, то уже будет гореть красный индикатор, то есть это говорит о том, что нивелир работает в режиме работы с заблокированным компенсатором, можно размечать что-то под любым наклоном, то есть со включенным компенсатором, если будет раз горизонт, то линия будет мигать, вот с такой дискретностью, никакого звукового оповещения при этом нет. Так, друзья, ну теперь по развертке, вертикаль начинается практически от самого прибора, не знаю, видно вам горизонтальную линию или нет, то вот ее краешек заходит за сам прибор, то есть развертка по горизонтали чуть больше 180 градусов, на самом деле такая развертка очень удобна, если поставить в угол комнаты, то практически весь периметр захватится, чуть-чуть только не будет доходить до прибора, то есть практически 360 градусов будет отбивать. Также по вертикали, если поставить в ограниченном пространстве прибор, то линия будет закидываться на потолок, сейчас я свет выключу, чтобы было удобнее показать, то есть вот в таком ограниченном пространстве линия закидывается на потолок и соответственно если прибор поставить противоположной стене, то вертикаль также будет практически давать 360 градусов. Сейчас свет выключу опять посмотрим, вот у нас стоит прибор, линия идет по полу, по противоположной стене, по потолку и доходит до противоположной стены, то есть вот такая развертка по вертикали получается. В общем, друзья, согласитесь, за 3000 иметь такую развертку весьма неплохо. Так, ну давайте сейчас посмотрим толщину линии, сравним ее с геофенолом, посмотрим на разных расстояниях и сделаем соответствующие выводы. Вот наши два испытуемых, видно, что Бресенен довольно компактный прибор по сравнению с геофенолом, чуть-чуть может пошире, но в целом размер его меньше. Так, ну давайте посмотрим толщину его линии на 5 метрах. Так, друзья, ну вот на 5 метрах линии практически идентичный, но хочу сказать, что у Бресенона линия даже чуть поярче, на камере скорее всего этого не видно, вот нижняя линия идет Бресенона и вот эта Бресенона, это соответственно геофенол. По толщине линии идентичный, в районе двух миллиметров, что у геофенола, что у Бресенона. Очень хороший результат, ну давайте посмотрим на более большем расстоянии. Да, друзья, хотел бы еще раз обратить внимание на развертку, вот стоят два нивелира на одной линии и по горизонтали видно насколько отличается развертка Бресенона от геофенола, вот геофенол сверху кончается, где Бресенон идет намного дальше. Такая же ситуация в принципе с вертикалью на потолке, вот где кончается геофенол, а Бресенон идет дальше до конца. Так, друзья, на расстоянии около 10 метров Бресенон, честно говоря, даже удивил, он не только не потерял в яркости, но и по толщине он увеличился совсем чуть-чуть, также как и геофенол и толщина линии где-то в районе двух-двух с половиной миллиметров, то есть очень классный результат, честно говоря, порадовал. В общем, друзья, на самом деле прибор очень понравился, несмотря на то, что внутренний скелет, который держит компенсатор сделан из пластика, все-таки такой нивелир за такую стоимость 3350 рублей с такой разверткой вполне отличный вариант для бытового использования, то есть дома в арсенале инструмента такой уровень вполне будет отличным вариант. Друзья, на этом все, подписывайтесь на канал, в следующем видео посмотрим его на точность, так как он пришел с разблокированным компенсатором и если он будет соответственно врать, то значит будет еще одно видео по его настройке, поэтому жмите на звоночек, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, всем добра, пока-пока!